Когда впервые были проверены эти классические формулы экспериментально и получилось совпадение, и до сих пор получается совпадение с той точностью, с которой происходит эксперимент То есть, вот сколько мы можем в эксперименте, так сказать, измерить правильно классическая теория объясняет Это вообще говоря нонсенс, конечно Физики, в общем, сейчас уверены, что все-таки излучение должно объясняться квантовой теорией И должны быть какие-то в квантовой теории другие, вообще говоря, результаты Поэтому уже в 40-х годах, в конце, конечно, встал вопрос С какой-то стати синхротронное излучение почему-то игнорирует квантовую теорию Получается, в классике правильные результаты Значит, хотелось бы понять Ну, в общем-то, ответ, наверное, заранее очевиден Что, наверное, квантовые эффекты еще при этих энергиях не проявляются Но хотелось бы узнать все-таки Каков реальный параметр, который говорит о том Когда квантовая теория начинает работать И когда она, можно сказать, не работает В начале 50-х годов В работах физиков Московского университета Матвеева, Клепикова, Соколова, Тернова Был получен первый ответ на этот вопрос Ответ в следующем духе был получен Расчеты по квантовой теории, к сожалению, очень сложные И в то время точного расчета аналитического провести не удалось Тогда, естественно, поступили, как обычно поступают физики, достаточно скромно Давайте попробуем мы квантовые эффекты учесть по теории возмущения И посмотреть, каков же реальный параметр То есть, скажем Простите, у них квантовый эффект был просто эффект отдачи или что-нибудь еще? Нет, ну Надо построить квантовый электродинамик Нет, вот у них у него работа Нет, вот я и скажу С внешним полем, так Добросовестно написать, скажем, там Соответствующие матричные элементы Которые в то время аналитически вычислить не удалось И там, вот там, в матричных элементах сделать приближение Вот там То есть, исходная постановка была четкой квантовый электродинамик Сейчас, извините, теория возмущения по альфа имеется? Нет, по альфа, естественно, в первом порядке Это то есть в нижнем, отличном от нуля Нет, я об этом сейчас тоже скажу Если вы говорите, что у вас реально работает классика То от квантовой должна работать квазиклассическое приближение Причем здесь теория возмущения Потом я немножко скажу Я скажу об этом сейчас, чуть-чуть Значит, вот такая задача была поставлена То есть попробовать действительно провести квазиклассический расчет И сохранить первый по H шлету А, по H Получится некая квантовая мощность Ну, Q ее, что ли, обозначим Которая будет иметь вид W0 А здесь будет единицей Плюс какой-то безразмерный параметр Пропорциональный H Идея вот так И вот этот параметр впервые в 50-х годах был сосчитан Причем сразу в нескольких работах Вот Матвеев, Клепиков, Соколов, Тернов Вот вышло там три работы Где разными способами, так сказать Этот параметр был сосчитан Причем они сразу хотели получить в релятивистском приближении Так что вот в нерелятивистском это было бы сделать проще А поскольку в релятивистском приближении тогда ВКБ не было Релятивистского ВКБ не было в то время Релятивистский ВКБ появился только в 80-х годах Так что там некие трудности были Вот этот параметр был найден И оказался следующим В пенсле Крамера Прилюэна Это квазиклассический Квазиклассиковый механик В комнатной механики Движение геометрической оптики Ну я его точно напишу Вот такой параметр был найден Вот он Здесь стоит релятивистский фактор Это магнитное поле Да, в квантовой механике конечно не все равно Там нельзя задать движение по окружности Надо задавать именно рассматривать движение в магнитном поле Траектории там не обойдешься А здесь стоит постоянное поле Вот H0, так называемое швингеровское поле Если подставить сюда массу электрона То H0 это 10 в 13 эрстет Известная константа в учебниках приведена Ну и следовательно, смотрите что Реальный H, который можно в ускорителе достигнуть И до сих пор Это 10 в 4 Просто железо больше не позволяет H0 10 в 13 Значит здесь минус 9 Значит гамма должно быть 10 в 9 Чтобы кси был типа единицы Такого гамма до сих пор в ускорителях нет И не видно, когда оно появится Следовательно, для реальных ускорителей Даже самых мощных сейчас Это 10 в минус 4 Поэтому понятно, почему Классика работает То есть этот параметр реально мал То есть это отношение характерной энергии кванта К массе электрона Нет? Ну почему? Это омега H А нет, вы правы Качественно, да Качественно, да Совершенно с проектом Да Значит Ну В этом же году Ну казалось бы вот так В 50-м году В 50-х годах В начале 51-55 Вот так Вроде бы вот это был успокаивающий результат Вот так скажем То есть не надо квантовую теорию рассматривать Классика нам долго еще будет давать правильный ответ Но тем не менее Попробовали найти второй порядок Ну и К 56-му году Стало ясно, что не все так просто И вот Квантовая теория Нашла способ Себя проявить Очень любопытный способ В классической теории Отдачи нет Излучения Считается, что Ну, либо надо учитывать Соответствующий член отдачи Тормоза Это было проделано в работах Коломенского и Лебедева Которые пытались учесть влияние обратное На движение электронных И учили фактически Потому что это был важный момент Для теории ускорителей Но возникло следующее важное обстоятельство Квантовая механика Говорит о том Или квантовая теория Что обязательно должна быть отдача электронов Если мы посмотрим Угловое распределение Вот теперь важный момент Каково угловое распределение Оказывается следующее Что угловое распределение электронов Вот излучения Устроено следующим образом Подавляющая масса излучения Сосредоточена в очень узкой области Вблизи орбиты То есть она собой как бы представляет Такой блин Все плоскости орбиты Причем эффективный угол В котором сосредоточено излучение Ну скажем обозначу его Дельта тет Это Единица на гамма Ну то есть если гамма 10 в пятый То 10 в минус пятый Радиан Вот вам То есть лучше чем у любого лазера Любой лазер хуже Расхождение больше То есть это очень узкий блин в плоскости орбиты Если бы мы не усредняли по вращению То это тоже можно посмотреть Это было изучено в 60-х годах Так называемая мгновенная излучаемая мощность То есть вот электрон находится в точке И надо посмотреть как по всем направлениям он излучается Ответ известен и в учебниках приведен В теории поля Например у Вандау-Люшицы Что вперед по скорости Идет очень узкий конус излучения И эффективный раствор этого конуса точно такой вот Ну то есть как прожектор Прожектор светит вперед Но поскольку прожектор это по окружности То заметает Плоскость окружности И получается эффективно вот дельта тет Точно такой же Но поскольку есть отдача То очевидно роль отдачи здесь двояка Первое Поскольку все излучение в основном идет вдоль скорости электрона А отдача направлена против вылета фотона То следовательно фотоны в основном вылетают по скорости Следовательно они просто тормозят электрод Что и известно Но все-таки эффективный угол вот такой есть Все-таки не строго по скорости А немножко под углами И следовательно всегда есть перпендикулярные скорости Составляющие силы отдачи Следовательно электрон при этом Будет выходить с орбиты За счет вот этой перпендикулярной силы Можно вопрос? Да А разве конус не будет симметричен Так чтобы поперечные компенсировали друг друга Ну каждый фотон-то дает конкретную силу отдачи в определенную Вот он вылетел в определенное управление Дал То есть другой по-другому Будут осцилляции вокруг Не осцилляции, а болтания Я к этому и веду Каждый излученный фотон все-таки дает небольшую перпендикулярную компоненту Поскольку фотоны излучают Продолжение следует...